Давай погладим лучками камушки. Давай с тобой вместе. Ой, какие камушки! Софье 3,5 года. Недавно врачи поставили девочке диагноз ДЦП. С малышкой дома работали родители, а в ноябре узнали про новую методику в местном реабилитационном центре. Преподаватели и психологи занимаются с малышкой уже месяц. Развивают речь, крупную и мелкую моторику. Да, изменения заметны. Ребенок стал больше говорить. Она до этого практически вообще ничего не говорила. А сейчас уже обозначает предметы по-своему, но уже хотя бы обозначает. До этого она вообще у нас молчала практически. Ну а так, заметное изменение. Кабинет открыли благодаря Московскому фонду помощи детям, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Здесь теперь можно проводить диагностику малышей от двух месяцев до трех лет. Еще недавно в Уссурийске работали с мальчиками и девочками только старше трех. Сейчас, если у малыша на ранней стадии выявят какие-то отклонения, помочь с развитием можно гораздо раньше. Заполняют специальную анкету родители, после трудится компьютер и педагоги. Ребенка не знает его особенности, они заполняют, затем я все данные погружаю в компьютер, который уже и показывает нам уровень развития ребенка. И дает рекомендации, на что же необходимо сделать упор в развитии. И уже после этого, когда мы имеем какой-то результат, мы проводим развивающие занятия. В стенах центра провели фотовыставку. Огромные возможности. На снимках новым семьям показали, как дети развиваются, где бывают, чем занимаются. Уже пять лет существует инклюзивный театр «Пегас», где играют детки из этого же центра. Артисты показали гостям небольшое представление. Такая встреча – это возможность родителям, у которых дети с ограниченными возможностями здоровья пообщаться друг с другом, а специалистам центра помочь семьям разобраться во многих вопросах. Самое главное, конечно, это все-таки семье, родителям, родственникам, близкому окружению показать, что они не одни, что есть помощь идет и от государства, и от людей, и просто от каких-то неравнодушных граждан, то есть отовсюду. И мы вот здесь вот собираем и консолидируем, скажем, весь этот багаж знаний, умений. На встречи с родителями приглашают, например, специалистов центра занятости. Папам и мамам рассказывают, как можно пройти переобучение, чтобы перейти на неполный рабочий день. Психологи общаются и с детьми, и с родителями. Семьям оказывают помощь и поддержку во многих вопросах. Отделение находится по адресу Владивостокское шоссе, 24 Г. Екатерина Ректина, Антон Войцеховский, Телемикс.